Девчонки, я что потрогаю, я положу там в конце. И уже состоялась первая поездка, была это в конце апреля, да, была в конце апреля поездка в Федоцкино, и об этом были уже написаны несколько постов, и конечно вот у нас есть участник событий с той стороны этого мероприятия, можете спросить, она вам расскажет все в подробностях, но и что-то придумал Костя нам еще, и очень такое интересное на самом деле предложение, давайте его послушаем. Костя, ваш выход. Здравствуйте, вот Ольга уже здесь сказала про наше новое направление, которое, ну я думаю, что к некоторым даже удивлению тех, кто ездил, вот здесь присутствует Ирина Гончарова, я помню эти эмоции от соприкосновения с чем-то, именно вот туристическим объектом, который оказывается близок к рукодельницам, когда ты видишь своим глазами, как эти шедевры создаются. Мы ездили в Федоцкино и смогли наблюдать полностью весь процесс создания лаковой миниатюры, и в том числе шкатулок. Вот, и это оказалось очень интересно. Цикл этих экскурсий мы решили продолжить с осени по местам народных промыслов. Там будут такие места, знаменитые, как Жель, и в том числе я сразу уже заранее анонсирую, что будет экскурсия ближе к Новому году на фабрику елочных игрушек. Это Ногинский район, фабрика с 30-х годов работает, создает совершенно чудесные елочные игрушки по старым технологиям, и поехать туда с детьми, чтобы они своими руками могли сделать игрушку, которую потом можно передавать по наследству. Вот, как сейчас вы, когда наряжаете елку, достаете из коробки игрушку, там какой-нибудь шарик, вот, это у меня еще от бабушки досталось. Вот, то же самое они могут сделать. Фабрика совершенно уникальная, но туда очень сложно попасть, и я поэтому сейчас уже заранее говорю о том, что кто хочет, чтобы уже сейчас об этом сообщали. Вот, еще будет поездка тоже на комбинат мороженого, где то же самое по старым технологиям делается мороженое, можно будет походить, посмотреть, ну, пощупать, вряд ли дадут, но именно вот увидеть, как создается это лакомство, и в конце обещали им все дать объесться. Вот, это вот две экскурсии, на которые я очень рекомендую поехать вместе с детьми, потому что и по отзывам, и по рассказам сотрудников фабрики всегда у всех эмоции одинаково великолепные, что у внуков, что у бабушек радость и восторг. Вот, но места туда ограничены, поэтому кто уже сейчас, находите меня в фейсбуке на странице «Шкатулочка Тревел» или моя страница «Константин Лисицын», пишите, жду от вас пожеланий и предложений. Вот, а что касаемо того, о чем вот еще Ольга сказала, немножко еще одно предложение таковое, что оно как получается, да, что вот фактически я мужчина, да, посредством камеры, видеокамеры я знакомлюсь с женщиной. То есть вот все равно каждая из вас, она видит меня, ну, можно сказать, глаза в глаза. Вот, ну и получается, что вот мы познакомились, мы же, пока мы только имя друг друга знаем, да, а кто, что мы из себя представляем, неизвестно. И обычно в таких случаях что делают люди? Приглашать на свидание. Вот, и я хочу пригласить каждую из вас на свидание. Не только со мной, а на свидание с Москвой. Все лето мы будем ходить по нашему великолепному городу, в котором есть масса всего самых интересных и нетривиальных сюжетов, судеб, каких-то зданий, памятников, панорамных площадок. И вот я, как мужчина, соответственно, чтобы завоевать сердце женщины, я буду стараться за всех сил показывать самые-самые красивые, неожиданные, интересные уголки нашей столицы. Ну, чтобы завоевать ваши сердца. Зачем? А вдруг контакт? Вот. И первая такая экскурсия, первое такое свидание состоится 27 мая. Мы пойдем гулять от Арбатской площади по Арбатским переулкам. И во время этой экскурсии вы узнаете, у нас будут свидания друг с другом, и во время этой экскурсии будут свидания с какими-то интересными, реальными и вымышленными событиями, которые происходили по нашему пути. То есть мы, например, с вами узнаем, у нас будет свидание с дураком-миллиардером. У нас будет свидание с Кисой Воробьяниновым. У нас будет свидание с тем самым домом, куда Маргарита приходила к мастеру. Ну, естественно, поскольку все-таки это встреча мужчины и женщины, то не обойдется немножко и без эротики. И вот таких экскурсий их будет, соответственно, за лето несколько. Вот это будет первое свидание. Потом у нас будет еще обязательно прогулка по... Я очень хочу, я знаю, что очень многим нравится роман «Мастер и Маргарита» именно погулять по тем местам, которые Булгаков описывал в своем романе. Еще будет экскурсия по Москве эпохи времен модерна. Модерн – это, пожалуй, самое красивое, что есть в архитектуре. Это музыка в камне. И каждая страна, каждый город, где есть хотя бы один дом эпохи модерна, всячески старается именно его показать и рассказать, как едва ли не главную туристическую достопримечательность. Например, кто был в Риге, те запомнят улицу Альберта. Это одна из главных достопримечательностей не только Риги, а я даже считаю мировых. То есть вот эта вся улица – это одна сплошная красота, где каждый дом сам по себе уникален. Вот у нас в Москве они, конечно, не на одной улице собраны, но таких особняков, которые способны затмить вот эту рижскую красоту, их побольше будет. Вот такая будет экскурсия. Будут экскурсии по необычным памятникам. Очень популярна городская скульптура в последнее время стала. Я думаю, что вы все видели там какие-то забавные человечки из бронзы, с которыми можно обняться, присесть рядом. Обычно с ними все любят фотографироваться. Вот наш город тоже богат на такие места. И по ним тоже пройдемся. Возможно, будет по вечернему городу, когда будет тепло. Вот июнь месяц – самое чудесное время, когда надо гулять не днем, а вечером. Когда солнце уже не такое жаркое, краски у неба очень красивы. И в это время гулять по бульварам – одно удовольствие. Ну вот, вкратце пока это все. Всех приглашаю. 27 мая в 11 утра станция метро «Арбатская» у Филевской ветки. Цена чисто символическая – 100 рублей с человека. Вот на… Можете их написать на виске? Да, могу. 27 мая? 27 мая – это у нас суббота. 27 мая – это у нас суббота. На улице. На улице, да. Там один? Там, получается, выход, который у кинотеатра художественный. Выход кинотеатра художественного. Угу. Это такой красный вестибюль у Министерства обороны. Ну вот, мне тут еще сразу уже ревнивые дамы говорят, куда тебе так много, ты давай-ка ограничь. Вот жена, она бдит же, чтобы я тут, не дай бог. Вот. Она говорит, чтобы не больше 20 женщин. Ну, на самом деле… Больше, если потянешь. На самом деле, если придет больше, я буду только рад, потому что, ну, как сам, как человек, родившийся в Москве, я часто, ну, по себе знаю, что в другой город приезжаешь, там все интересно. Столько всего можно найти там, буквально, ну, вот про любой там. Вот я сегодня был утром в Химках, катаюсь там, вижу, вот сюда бы я сходил, сюда сходил, сюда сходил. А по Москве, когда есть, то есть мы живем в другом ритме, работа, дом, работа, дом. И фактически мы своего города-то толком и не видим. То есть, ну, в лучшем случае из окна автомобиля или там какие-то редкие прогулки, которые иногда случаются. И когда ты вот просто идешь, все отбрасываешь, идешь гулять по Москве, то вдруг совершенно неожиданным образом видишь, что у нас какой интересный, красивый город. А когда еще это не просто перед тобой фасад какого-то здания, а еще и с рассказом, то город оживает, и он именно живым становится. И вот даже, мне даже будет интересно, если, например, во время этой экскурсии, не просто, не только я один буду рассказывать, а, например, кто-то возьмет и расскажет какую-то свою историю, связанную с чем-то. Потому что, ну, те, кто родился или давно в Москве живет, у них, у каждого есть какая-то своя заветная история. И во время, чтобы у нас свидание было не односторонним, чтобы у нас сразу был контакт, поэтому, если кто-то, например, сможет что-то добавить от себя, то этого, я думаю, что будет еще интереснее всем. Так что 27 мая, 11 утра, метро Арбатской, выход к кинотеатру художественной. Так, я думаю, что примерно 3 часа, но если энтузиазм у группы будет, ну, если женщины захотят продолжения, то как они можно отказать? Учение банкета не выдержит супруга, надо берегать ее тоже границы. Это, что поделаешь, ради, ради женщин на все готов. Пусть терпит. Так, я еще здесь вот сверху напишу свой номер телефона. По которому можно мне звонить и записываться. Так. Одноклассники и ВКонтакте теперь на всякий случай не рекомендую. То есть у меня там тоже есть аккаунты, поэтому лучше ищите меня в Фейсбуке. А почему? Ну, на всякий случай. Сейчас это модно. А. Ну и удобно. И удобно. Все. Так что, милые дамы, жду вас на свидание. Спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Костя, я заберу микрофон. На самом деле, мне кажется, это довольно интересное предложение, потому что хочется, мы всегда действительно приезжаем в какие-то города и нам все интересно, интересно, а здесь кажется, ну ладно, завтра. Ну ладно, завтра. Оп, 10 лет прошло. Совершенно верно. Совершенно верно. Ты что, с вами сейчас стояла, уже или снесли, или снижали? Да. То есть, как бы, и, как бы, стыдно перед самим собой, перед своими детьми. Вроде как вот, тут я на днях подруге своей говорила, говорю, что у тебя с голосом, а я простыла. Я говорю, ну что, где-то, она говорит, ты кондиционер включила. Я говорю, интересное кино, когда ты разговариваешь со своей дочерью и начинаешь ей говорить, не включайте кондиционер, следите там, чтобы не было сквозняков, закрывайте, открывайте окна, еще что-то. Я говорю, тогда ты, значит, мама. А как сама, так типа, как и дочка, что ли? Я говорю, как, где логика? То есть, как-то блюди, если уж так транслируешь, что так и делай. Ну да, да, ну было жарко. Я говорю, ну твоя дочь, наверное, тоже говорит, мама, ну было жарко, я открыла, я включила кондиционер и заболела. Поэтому давайте нести ответственность за себя, за свои поступки. И в этом смысле мне очень нравится, вот Марфа сидит, у нее есть такой слоган, девиз «Надо отдать дань предкам». Правильно я говорю, Марфа, да? Да. Надо… В долгу перед своими предками. Да, мы в долгу перед своими предками. И вот это очень, ну это очень так емко, да. Это вот Ольга сказала по поводу того, что все потом, 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 завтра, завтра, завтра. Буквально три недели назад, вот как раз именно произошло, то, что завтра-завтра с 91-го года у меня было, все вы помните, я думаю, события августа 91-го, когда свалили памятник Дзержинскому на Лубянской почве и перенесли его в парк-музион. Ну, он потом уже стал парком-музион за новой Третьяковской галереей. Вот я все с 91-го года, я знал, что он там есть, все хотел посмотреть. Прошло 25 с половиной лет, прежде чем я увидел его воочию, это просто вот к тому, что завтра. 25 с половиной лет, вдумайтесь, это я живу в одном городе с этим памятником. Поэтому не затягивайте свидание с городом, в котором вы живете и работаете. Да, и давайте отдадим долги нашим предкам. Кто-то же строил этот город, развивал, привлекал, и мы в нем живем, и мы его любим, мы любим этих людей, и поэтому долги надо отдавать. Я за. То есть вот эта идея мне прям очень нравится. Поэтому приглашаем вас на свидание с Москвой в заботливых руках Кости Лисицына.